Оружейный ремень К достоинствам этого ремня сразу можно отнести то, что он Этот ремень выполнен по технологии антискольжения С обоих сторон ремня в него вплетены износостойкие латексные нити На ощупь как резиновые, причем реально вообще не скользят Они препятствуют проскальзыванию ремня по плечу Регулируемые крепежные элементы Можно регулировать длину обхвата Зачем большой обхват антабов, непонятно Кожа натуральная Прямо такая настоящая, как у старых ремней советских Вот эти вот пряжки, сперва я посмотрел Ну какие-то они выглядят как пластмассовые На сайте официально написано, что это металлические пряжки С полимерным покрытием, которые не брякают Расстегнутые они брякают Ремень регулируется в длину от 90 до 120 сантиметров Благодаря вот этой вот пряжке, которая ужасно плохо скользит По антискользящему покрытию Замеряем длину ремня в полностью разложенном положении Частных 120 сантиметров Ну антискользящее покрытие, прямо вот я первый раз сталкиваюсь с ним Насколько оно удобно на охоте, нужно ли оно вообще Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать Ваш опыт использования Так, и тут, значит, в этом положении Ну вот у меня почему-то на 106 сантиметров продвинуто Можно еще сдвинуть меньше Все зависит ведь от вашего оружия Какое вы будете оружие носить на этом ремне Ширина ремня рассчитана под антабки шириной 20 миллиметров Ружейный ремень фирмы Impulse Санкт-Петербург Очень удобный, регулируется по длине Насчет того, что он не соскальзывает Ведь он Он соскальзывает, но очень плохо Что еще про него сказать? Крепкий вроде бы Ружье с ним Очень удобно закидывать, вскидывать Снимать с плеча В походном положении ружье находится Так Удобно вскидываться, он не мешает Благодарю за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем пока! Хорошо, покажу самое сдвинутое положение Самое сдвинутое положение у нас Самое коротенькое 78 сантиметров Двухсторонний Соболь Соболь Ремень Очень классный Ну, пока это еще не понятно Надо будет все, конечно, проверить Кстати Хочу у вас попросить совет Спросить совет Потому что Я решил не читать От кремню не было ни инструкции Ни упаковки, ничего Просто так вот мне его выдали Без всяких этих Ну, соответственно, не было инструкции Я хочу узнать, как все-таки Крепить правильно ремень Какой стороной К оружию К охотничьему Лично я Почему-то думаю, что Лучше прикрепить его Регулируемой частью К стволу И Нерегулируемой частью Другой К прикладу Не знаю, почему я так вздумал Но вот мне так хочется Может быть Ну, на охоте, естественно, сразу станет понятно Как правильно, как неправильно